Добрый день, уважаемые зрители! Сегодня я хотел показать вам столбчатый фундамент, который сделан для беседки. Но сделан столбчатый не совсем правильно. Дело в том, что здесь в качестве основы стоит, похоже, осина. Ну, что лиственное дерево это хорошо, потому что, как правило, у них плотность значительно выше, чем у той же ёлки или сосны. Но этому столбику порядка, наверное, 8-10 лет. Как видите, при помощи скобы веранда крепится к данному фундаменту. Но основной минус такого основания в том, что оно никак не защищён от окружающей среды и от влаги внутри грунта находится. То есть, даже если взять базовые вещи, которые не сделаны, это что не снята кора. Дело в том, что вот под корой образуется вот такая вот структура, которая превращается в труху. Вот видите, получается вот такая вот труха. И потом, естественно, столбик разрушается. В идеале, конечно, было снять кору, обжечь дерево, либо пропитать отработанным маслом, либо ещё каким-то защитным составом. Но отработанным маслом используют просто ещё с советских времён, потому что самый дешёвый, как бы пропитывающий материал. Завернуть это всё в гидроизолирующий материал также, либо обмазать мастикой, только затем опускать в грунт. И тогда такое основание прослужило бы значительно больше. Но тут, видимо, делали наспех, поэтому вот сделано, как сделано. То есть, снизу, как видите, есть пространство для того, чтобы проветривалось всё, чтобы совсем не загнивало. Но, тем не менее, видите, вот уже сильное гниение пошло. Есть ли другие мнения? Давайте обсудим. Всем хорошего дня! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!